Renault Captur обзавелся новой спецверсией Intense. Для нее, помимо других цветов, эксклюзивно доступен оранжевый металлик, которому вдобавок можно заказать черную или серебристую крышу. В салоне появилась комбинированная обивка сидений, простроченная оранжевой нитью. Также оранжевыми сделаны дефлекторы вентиляции и подлокотники, а на передней панели и центральной консоли появились вставки под углепластик. К оснащению версии Drive, то есть четырем подушкам безопасности, кнопки запуска двигателя и системы без ключевого доступа, добавились медиасистема, климат-контроль, камера заднего вида, задний парктроник плюс датчики дождя и света. Другое приобретение – акустика от именитой фирмы Bose. Кроме того, вместо 16-дюймовых колес здесь установлены 17-дюймовые. Добавим, что новый Renault Captur Intense доступен со всеми четырьмя комбинациями силовых агрегатов. Четыре года назад марка Scania презентовала совершенно новую генерацию грузовиков. А теперь шведы презентуют обновленную версию вчерашней новинки. Притом на ее создание ушли немалые 2 миллиарда евро. Самым главным приобретением оказалось новое поколение 13-литровых дизелей. Это рядные шестерки отдачей от 420 до 560 сил, которые должны оказаться на 8 процентов экономичнее своих предшественников. Добавим, что техника Scania всегда считалась самой экономичной среди игроков большой европейской семерки. А теперь, достигнув 50-процентного теплового КПД, шведские движки будут расходовать еще меньше солярки. Кстати, в качестве топлива теперь можно использовать не только привычное дистопливо, но также гидрированное растительное масло. Также гамму пополнили исполнения, работающие на биодизеле. В помощь моторам аж 8 вариантов заднего моста. С самым скоростным вариантом дизель будет работать на частоте всего лишь 900 оборотов в минуту, а значит потреблять минимальное количество топлива. Продолжают список доработок, модернизированная рама, свежие модели коробок передач и цифровые зеркала заднего вида или, проще говоря, видеокамеры. И, конечно, сейчас никуда не деться без телематики. Российским клиентам некоторые элементы станут доступны через несколько месяцев, но сама Scania Super, как назвали обновленную линейку шведы, полностью укомплектованная всеми новыми компонентами, появится не раньше 2023 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова